Виталий Иванович, Моё сердце разрывается от благодарности к Вам и к Вашему чудесному коллективу. Это единственный в мире центр, где к таким необычным пациентам относятся терпеливо, доброжелательно. Такой центр единственный в мире, потому что пациенты необычные, а отношение к ним очень доброжелательное, терпеливое. И лечение, и создание домашних условий пребывания, и какое обследование. В первую очередь, конечно, медики-профессионалы с большими и добрыми сердцами. И я благодарю Бога за дар, который есть в Виталии Ивановича. И Вас всех благодарю за Ваше отношение к нашим детям. А чем Вы видите разницу именно нашего центра от блиев? Ну, во-первых, здесь пациентов лечат, таких необычных, и излечивают. И, конечно, отношение к таким пациентам. И даже не к таким, просто к пациентам отношение. Это очень доброжелательно, добро. И сестрички, я могу всех перечислить по имени и отчеству. Всех я знаю, всех я люблю. И начинают Виталия Ивановича, и доктора, и Ольга Петровна, и Олег Васильевич, и Олег Александрович, и Дмитрий Николаевич, и Сергей Викторович, и Сергей Степанович, и Ольга Борисовна, и Мессажистка, и главная медсестра Нина Владимировна, и сестрички Леночка Юрьевна, и Оксаночка, которая у Вас работала, и Анжела, и Светлана Леонидовна, и сестры-хозяйки. Спросила сегодня, как Ирина и отчество, она говорит, просто Ирина, и Ирина, и Люда, и санитарочки, две Тамары, Оля и Люба, и завхоз, Михаил, не знаю отчество. Но всё сделано так, всё сделано так. И ваши психологи, чудесные психологи, и психиатры, и психотерапевты, Олег Васильевич, и Дмитрий Николаевич, и Галина Алексеевна, и Елена Алексеевна. Ну, помощь детям и родителям максимальная. Вы отдаёте себя. Как Вы видите изменения с Ростиславом? Какой он был, приехал, а что сейчас Вы видите? Изменяется ли его отношение к жизни? К жизни? Его, конечно, пугает его будущее жизни, потому что, ну, я считаю, что он не жив, то есть, а отношение к жизни будет меняться, мы его не бросаем, мы ему помогаем, морально, как мужем, и будем помогать. Я думаю, что всё будет хорошо. А вот считаете ли Вы, что родные, семья тоже должны как-то поменяться, для того, чтобы его трезвость была надолго, навсегда? Ну, конечно, прислушиваясь к Вашим рекомендациям, надо меняться, надо меняться, и может быть даже и в жёсткую сторону. Трудно ли Вам это? Да, жёстко поступать трудно. Жёсткая родительская любовь. Да, да, да. Я знаю, я читала. Я его ответственна, родительская любовь. Ну, конечно, мне жёстко поступать трудно, хотя в моей жизни были такие моменты, они ни к чему хорошему не приводили, потому как бы, ну, с ним разные отношения. У меня этот месяц дался очень трудно в моральном плане. В прошлом году мы были в сентябре, было намного легче с ним общаться, но он не был такой битой. Вот, хотя приехал тяжёленький. Очень тяжело. Ну, тут и возраст, и, конечно, вот этот его стаж. А как Вы расцениваете сеансы? Ну, это супер. Это супер. Я ещё до того, как мы приехали в первый раз в этот центр, я на сайте, в интернете, видела эти сеансы. И, кстати, по телевидению как-то проскочила, как бы ещё тогда не очень касалась. Вот, и по телевидению была какая-то передача. Это было много лет назад. Ага. Вот. Ну, а потом я сайт несколько раз открывала. У нас есть диск с прошлого года с описан сеанса. Ага. Я считаю, что, ну, и я думаю, что аналога в мире такого лечения, может быть, я ошибаюсь, я, может, не знаю. Вот я именно считаю, что здесь обследуют, лечат и излечивают. А Ваше состояние, Вы помните, в каком состоянии Вы приехали сюда? Да. Конечно, помню, конечно, да. Что было с Вами? Ой, что было со мной? Ну, на грани срыва, наверное. Невроз, невротическое состояние. И, как бы, и давление поднималось. Первые пять ночей я вообще не спала, потому что тяжело. Потом немножечко полегче, но всё равно, вплоть до сегодняшнего дня, трудности, как бы, моральные планы. А сейчас как было? Ну, сегодня я вздохнула, вдохнула и выдохнула. Вот, он пошёл подшиваться. Виталий Иванович сделал петлю. Мы с ним сфотографировались, обнялись. Даны ли Вам какие-то рекомендации на будущее? Да, Галина Алексеевна, Ольга Петровна и Олег Александрович. Ну, я не присутствовала при беседах с Олегом Васильевичем Васильевичем, а так, как бы, очень ценные рекомендации и терапевтического плана, и психологического. Вы профессионалы высшего класса. Очень приятно слушать, потому что заболевание сложное. Это необыкновенно сложное. Это только Вы считаете, что это заболевание? Радость в Вашу жизнь должна вернуться. Да. Вы готовы открыться жизни? Да, конечно. Конечно, конечно. Вот очень часто говорят, наркомания, трудно вообще не излечить заболевание. Как Вы относитесь к этому? Реальный ли шанс вылечиться после вот такого серьёзного лечения? Я думаю, что это реально, но обязательным условием является желание самого пациента. Это даже не 50 на 50, а больше. Да, как мы обычно говорим, часть клиники, зависит часть от пациента и часть уже от господи Бога. Желание пациента, если его нет, как бы Ваш коллектив пречудесный, не старался. Что Вы можете сказать тем, наверное, родителям, мамам, которые попали в такую же беду? Сегодня же приезжайте, записывайтесь, приезжайте, верьте, молитесь на коллектив и на Виталия Ивановича. Я так понимаю, что чудеса бывают, но надо только в них поверить. Вот если они поверят, вот это чудо и произойдёт. Я очень верю, очень верю. Очень хочу, чтобы сын мой верил так же, тогда всё будет хорошо. Ни минуты не теряйте, приезжайте. Я в прошлом году была женщина, она приезжала со своей племянницей. Как мы разговаривали, с у неё тоже была проблема такая какая-то в семье. Я сказала, Наташа, прям сегодня. Я не знаю, приехала, она не приехала. Вот я очень-очень верю. Но результат Вы сейчас, наверное, видите и положите. Ну, конечно. Ещё, конечно, надо, знаете, как вот, как алмаз, его ещё надо шлифовать, чтобы получился бриллиант. Ещё столько, я считаю, что ещё мне предстоит очень трудное время. Пока он адаптирует мне, ему и мне вместе с ним, потому что, как бы, я же не могу его бросить, правильно? Поддерживать в трудную минуту? Ну, трудная минута начинается прямо вот с момента отъезда и всё. Считаете ли Вы его уже достаточно, наверное, взрослым, чтобы нести ответственность за свою жизнь самостоятельно? Конечно, конечно, ну да, конечно. Достаточно взрослым. Потому что наркомания, это же болезнь, часто всегда говорят, безответственности, либо инфантильной личности. Да, да, я понимаю это. Ну, оно второе, как бы, в нашем случае. Так приятно видеть, когда Вы уже знаете, что всё будет хорошо, когда есть эта вера и надежда. Наверное, а он говорит Вам какие-то слова по поводу благодарности за лечение или перспективы о будущем, что он будет вести себя по-другому? Он говорит о будущем. На пути Вам нет? Он говорит о будущем, но довольно пессимистично. Он пока ещё не видит чётко. Часто родители говорят, что когда заболевание в всей своей глубине некрасивости, отношение к детям, вплоть до негатива, ненависти. А потом, когда наркотик уходит, возвращаются те человеческие чувства к детям, к себе. Вы знаете, у меня были разные чувства, ненависти у меня не было никогда, было неприятие его образа жизни, понимание всего этого, вот этого нехорошего, огромное желание помочь. Моменты не хотелось видеть, но вот в последнее время, я думаю, где-то с января прошлого года у меня прям полилась любовь на него почему-то. Вот как поток открылся из сердца, я не знаю почему, несмотря на то, что мы уехали как бы без последней точки в прошлом году, вот, конечно, я была очень недовольна, но я же не могу заставить. Как Вы сейчас относитесь к тому, что последняя точка поставлена? Ну, я очень верю, что все будет хорошо. Я думаю, что это какие-то тормоза. А он решился? Да, конечно, да, сам. Я, конечно, хотела сыворотку, но это мое желание. Мы остановились на капсуле и на поле, конечно. А как он пришел к поводу, что все-таки нужно делать последнюю точку? Ну, наверное, жизнь его заставила. Очень часто люди не могут, как бы, не понимают даже, что нужно попросить о помощи и принять эту помощь. Я сам. А это будет крайне трудно сделать. Я думаю, если он сейчас прибегнул уже к последней точке, подшивке, он понимает, наверное, что нужно работать в группе, в контакте, не только сам справлюсь, а при помощи. То, кстати, большой шанс для успешности жизни, если мы имеем помощь, попросить и принять ее. Да, главное принять. Главное, вот, вот, я считаю, что, может, это я ошибаюсь, но я думаю, мы даем, надо взять это, то, что мы даем. Не материальное, а все другое. Наверное, ну, через раз берется. Ну, я так думаю. Что Вы еще могли сказать, наверное, Виталию Ивановичу, нам всем? Виталию Ивановичу, вам всем. Я желаю здоровья. Миллион раз здоровья. Благополучие. То есть получать благо от людей, от неба. Получать радости от жизни. Мирного неба. Ну, и накануне, что мы расщества, это же 25-го католическое расщество, Язубоденко, вот, нас говорят, Божьей ласки и Божьего благословения. Приедете через год, покажетесь. Я думаю, может, он сам приедет. Сколько же, он? Для Бога, чтобы сам приедет, он показался. Он поддержал ту единую внутреннюю, которая сейчас есть. Мы всегда рады всем нашим ребятам, потому что у нас родители. Родилась новая душа, трезвая, хорошая. Мы о каждом помним. Мы каждого рады видеть. Искренне, честно. Я это знаю, я это чувствую. Ну, продуманно, даже поражает быт. Санфетки. Я не говорю, там, там, кондиционер, телевизор, горячая вода, постельное, одеялочко. Все поменять, все чистенькое, там, все-все-все. И салфетки. Ну, ну, все, понимаете. Ваш центр, я считаю, что он лучший. Все. Серьезно. Мы гордимся своим центром. Чтобы он все покрупится. Да. Спасибо большое Виталий Ивановичу. Такого отношения к таким пациентам нигде нет. И никаких заборов, никаких препятствий, никаких ограничений. Никаких ограничений. Мы вели везер. Пожалуйста, Виталий Иванович, хоть круглые сутки. Да. Покурить, курилка, беседка, спортзал. Все есть, все есть. Выходить, пожалуйста, сопровождающим. То есть ты можешь ходить по городу, ты можешь видеть людей. И как важно, что близко находятся самые родные мамы, жены. Вот вы видите сам процесс излечения. Нет преграды, чтобы вы переживали, думали, что там с ними происходит. Да. Вы выздоравливаете вместе с ним? Конечно. Да. Им хорошо и нам. Наша жизнь зависит от жизни наших детей. Правильно? Не, мы живем, конечно, мы живем своей жизнью. Не забывайте про свою жизнь. Мы с мужем уже почти 40 лет вместе. Мы живем своей жизнью, но, конечно, ну я не знаю, в процентах, если выразить, на 80% все-таки зависит от жизни наших детей. Если у них благополучно, у нас все радостно. Ну, то же самое, когда у вас все благополучно, у них же все благополучно. Не забывайте о себе. Да. Что бы ни происходило в этом мире. Как мы ребятам, что у них жизнь туда один раз, и нельзя пережить его на черновичок, а потом нажимаю, потом переписывать. Так и у вас жизнь тоже одна. А сейчас, я думаю, все будет нормально. У вас будет хорошая жизнь, у него хорошая жизнь. Не испортить бы это все, что сейчас налечили. Сверх забота, сверх контролем. Нет, контроль не нужен. Я думаю, не нужен. Я думаю, что какая-то помощь будет от нас, пока работы нет. Вот, там чисто покуша. А как с алкоголем? Вы знаете, у него нет тяги к алкоголю. Мне казалось, что лучше пусть будет алкогольчем. Нет, не лучше. Мне кажется, хуже наркотиков нет. Это две стороны от одной из даний. Да. Что одна беда, что другая. Лучше бы ничего не было. Не дай Бог. Спорт, творчество, семья, саморазвитие. Да. В жизни очень много интересных вещей, которые помогают человеку жить. Наркотик, вы же знаете, это всегда уход от чего-либо. Нет, чего-либо от всего. От всего. И мне кажется, я ему говорю, ты же не видишь, какое у нас красивое небо. Ты не видишь ни деревьев, ни белочку, ни ежика. Ты же ничего этого не видишь. Это то, что составляет твою жизнь, радость и жизнь. Ну, уже видишь белочку, ты видишь. Так мы обычно говорим, с возвращением в эту жизнь. Ты действительно возвращен. Очень хочу верить, что все будет хорошо. А попротив, не хочу верить, а верю. Да. Не хочу верить, верю. Да. Я всех так учу, как мы все. Сама спотыгаюсь. Говорите и себе. И себе говорю. И себе говорю. И верю. Страшно? Страшно верить? Страшно сказать? Нет, не страшно. Я себе каждое утро говорю, с каждым днем у меня все лучше, лучше и лучше. А знаете, личное, важное, обычно людям что? Лично ваше. Вот ваше личное. Знаете, как обычно говорят, как я жила до этого, когда в этом аду? Ну, это был ад. Я когда разговаривала со своей сестрой на расстоянии, с двоюродной сестрой, она мне все спрашивает, ну как, как? По телефону не хочется много говорить и, в принципе, свои проблемы как-то вешать. Я и так и сказала, что если есть ад, то для меня он на земле, вот сейчас, в данный момент, это ад. Это такой ад. Это просто, это нельзя представить и понять, и не дай бог кому-то это иметь. Это ад. К чему он, как ощущали? Во-первых, мысли мои скакуны. У меня все мысли были, а где, а как, а что, и все такое. И какие-то проблемы, и каждый день это проблемы. Эта фраза у нас была, звоню, а у меня горе. Вот эта вот фраза с детства, там, войка в школе, например, мама, у меня горе. И до сих пор это горе. Это горе, ну, и сегодня, и завтра, и послезавтра. И как-то помогаешь решать, уходить от этого горя. Это устаешь. Это морально, это материально, это невозможно. И ночью не спишь, и это ужасно. Это тревога. Да, конечно. Это постоянная тревога. Это постоянная тревога. Отсутствие радости? Ну, там пытались как-то радоваться, пытались, находили что-то, потому что так иначе закопаться надо. Да, находили. Я такая оптимист по жизни. И находила мелкие какие-то радости, типа белочки, там, ёжика, или ещё что-то. И крупные, и праздники мы отмечали. И с родственниками, и с ним же. Всё как-то так иначе. Ну, радость у нас совсем не ушла из нашей жизни. Хоть она и была какая-то, может быть, омрачённая. Знаете, как радуешься, где-то там, если его рядом нет, то какая-то радость, но всё равно. А позади? Ад позади? Я думаю, да. Я думаю, да. Я думаю, да. Научиться жить хорошо. Я очень рада, когда вот так вот вы сейчас в таком состоянии, не говорить, перспективы будущего. Думаю, Ростислав в таком состоянии. Чтобы это была последняя поездка Вашей сюда. Ну, как бы, он говорит, что последняя, дай Бог, чтобы была. Но перспективу я так чувствую, что он ещё особо не видит. Я имею в виду, что... Нужна поддержка ещё. Он говорит, может быть, специалистов, может быть, наша. Мы все же оставляем телефон, если кто нуждается, в любой момент можно позвонить психотерапевту, терапевту, психологу. Если он чувствует, что есть необходимость. Просто он такой закрыт. Можете это сделать вы, если вам трудно и тяжело. Вы же необъемимая часть этой системы. Ну да. Вот закрытым человеком, чем он плохо? Потому что он с собой всё это несёт. Да. Это как ходить с гирями на прогулку. На прогулку уже ходить легко. То же звоните. Спасибо. Не стесняйтесь. Вот. Мы все же даем телефоны. Телефон Виталий Иванович всегда даёт свой. Можно звонить. Телефон у вас, пока. Уберите мой телефон, звоните. Угу. Спасибо. Отлично. Спасибо вам за то, что вы задали. Спасибо, что вы есть. Поговорили. Спасибо за ваш труд. Спасибо. Спасибо.